Я хочу, чтобы вы четко осознавали, любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать крышу для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом для подобных инициатив и структур. Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале Усы Лукашенко и с вами Сергей Беспалов. Сегодня мы обсудим предпринимательство в Беларуси и расскажем вам, как усатый закручивал гайки в этом поле и просто грабил частный бизнес, обзывая их неприличными словами. Поехали! После выхода из подполья и обретения гордого звания предприниматель, а не цеховик и фарцовщик, как принято было называть таких людей в СССР, эти люди начали строить современную экономику, основанную на спросе и предложении, а не на плановых показателях. Впоследствии они в народе станут зваться олигархами и буржуйчиками, а некоторые даже войдут в списки Форбс. Вообще это тот класс, который Лукашенко считает врагами народа и ведет с ними войну со дня вступления в полномочия. Уже в 1995 году он обещал пожать руку последнему оставшемуся на плаву предпринимателю. Тогда же в Минске начали массово закрывать киоски, а Синепал и сказал про бизнесменов-частников, их надо стряхнуть, как вшив их в блох. Это сегодня киоски-табакерки отлично вписываются в архитектурный ансамбль всех городов страны, и карманные олигархи напрямую поддерживают режим. А тогда идейный шизофреник начал свой первый крестовый поход на частный бизнес. Бизнес, который честно работает на благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Ну ты мудак. Каждый последующий год государственные органы продолжали принимать меры, направленные на ограничение деятельности предпринимателей в сфере розничной торговли. На ликвидацию мелкорозничной торговли вообще. Сложная система налогообложения, отсутствие четких разъяснений по исчислению и уплате различных видов налогов и сборов. А также их высокие ставки приводили к тому, что предприниматели становились невольными нарушителями налогового законодательства. А из-за предвзятых проверок, которые в большинстве случаев основываются не на законодательстве, а на доводимых планах по сбору штрафных санкций, предпринимателям приходилось месяцами доказывать свою невиновность в ущерб собственному предприятию. Нередко выписываемые налоговиками штрафы оборачиваются закрытием бизнеса. Запуганные бандитами в 90-х, индивидуальные предприниматели столкнулись с наихудшим злом – тотальной властью диктатуры, которая в отличие от рикетиров у человека забирал все и при этом прикрывался указами и законами. Далее последовал запрет на привлечение ИП более трех наемных работников, что не только не привлекло к росту юридических лиц, но стало причиной сокращения числа индивидуальных предпринимателей. А как следствие привлекло еще и рост безработицы среди населения. И несмотря на уменьшение поступлений в бюджет в виде налогов о деятельности малого бизнеса, государство тем не менее продолжает политику ликвидации этого сегмента рынка. Ведь отсутствие должного образования у главы правительства позволяло ему только крутить коровам хвосты, а не поднимать экономику. Тем не менее люди даже в таких условиях продолжали работать. Так как в бизнес были вложено много средств и времени. Каждый старался подстроиться. Но все понимали, что политика государства направлена на уничтожение частного предпринимательства. Еще больше деда подкидывало, когда ему приносили статистику под предприятием госсектора и частных компаний. И он видел, что даже самая мелкая контора развивалась лучше и имела перспективу на будущее, в отличие от его совковых заводов-гигантов и распиаренных убыточных колхозов. Как так? Он вкладывал деньги, давал льготы, списывал кредиты, а в ответ получал только убытки. В то время как частники умудрялись зарабатывать, платить налоги и еще развивать новые производства, именно к таким сразу прибегали с кучей проверок. Со всех инстанций. Обкладывали штрафами, конфисковывали товар и оборудование. А далее и национализировали. Но все, к чему прикасалась рука Лукашенко, прекращало работать и становилось банкротом. Поэтому частники старались держаться подальше от власти и контактировали исключительно в налоговом поле. За что не раз получали упреки от оппозиции и народа. Что у ИП нет собственной позиции и она смотрит только за собой. И как бы не потерять остатки бизнеса в затягивающей петле. О нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую. Если заработали много, много помогите. Если заработали мало, никто с вас не сорвет и не спросит. Не буду называть компанию мою, просто сейчас вырезаем. Ну ты не да. Диктатора также не устраивала самостоятельность предпринимателей. Они не зависели от контрактов и промывки мозгов пропагандой. Поэтому, чтобы им было не скучно жить и они знали свое место, режим вводил им новые придумки. Вроде полной сертификации товара, покупки и продажи по накладным, обязательные кассовые аппараты, а также давнюю мечту, чтобы ИП торговала товарами белорусского производства. Которую зачастую уступает по качеству даже самому дешевому Китаю. И у населения спросом не пользуется. Была даже попытка либерализации бизнеса. Обычно это было, когда Беларусь клянчила кредит от Евросоюза в обмен на реформы. Хотели свести к минимуму контролирующие органы, свести до минимума вмешательство в стратегию бизнеса. Но при этом угрожали усилением механизмов саморегулирования и ответственности, чтобы сильно не расслаблялись и знали свое место. Для торговли и общепита предлагали провести дебюрократизацию, чтобы не бегать и собирать бумажки, чтобы получить разрешение и отплясывать перед органами местного самоуправства. Хотели даже сделать регистрацию через интернет. Сам Лукашенко пояснил, что такие действия призваны были придать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы. Но на деле дальше показухи это не пошло. Часто он называл предпринимателей тунеядцами. А когда они вышли на марш не тунеядцев, диктатор понял, что ИП могут и зубы показать. До чего греха таить? Могут и стабильность раскачать. Главным сдерживающим фактором, по мнению бывшего президента, должно было стать создание на каждом частном предприятии профсоюза для контроля и сдерживания. А кто не создаст и не вступит, будет ликвидирован. Но как и 97% любого сказанного Синепалом, все осталось на бумаге. Не раз диктатор на своих совещаниях с правительством заявлял, что в Беларуси слишком много индивидуальных предпринимателей. У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели. От журналистов до чиновников. А министр финансов сообщил, что подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменят к 2023 году. С точки зрения налогов, у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют вскрыть возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов, сказал Юрий Сильвестров. С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые и понятные условия. Зарегистрировался? Заплати налог. И к тебе нет никаких претензий. Как вы уже поняли, будут грабить. Наш молодняк особенно думает, что это вот пришел, зарегистрировался, и завтра это на тебя все упадет. Вы, пожалуйста, им подсказывайте, что это бессонные ночи, и это самый тяжелый труд предпринимательства. Особенно, когда вкладываешь свои деньги, и когда у тебя свое, и тебе за это придется отвечать. Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет. Все, кто не успел перевести свой бизнес за пределы страны, в скором времени может его лишиться. Те, кто думает, что его не коснется, и он будет и дальше работать, главное не лезть в политику, очень сильно ошибается. Политика уже пронизывает каждого из нас. Налоги, которые мы платим, идет не во благо, а на содержание семьи диктатора и его красавцев. И пока ИП думает, как ему работать в пандемию и в условиях мировой изоляции, лучше бы попытались понять и принять тот факт, что никто не станет тем, кому Лука пожмет руку, как последнему предпринимателю Беларуси. Бизнес заберут, все конфискуют, а семейный уют может смениться камерой на Окрестина. Пока у власти самопровозглашенный, такого понятия, как частный бизнес, в Беларуси не будет. Все, что у вас есть, вам по факту не принадлежит. Вы также будете бояться стуков в дверь, звонков с неизвестных номеров и в каждом видеть врага. Дорогие предприниматели, кажется, пришло то время, когда пора делать выводы, а не пытаться приспособиться к ситуации. Как мы видим, бизнес в Беларуси полностью задушен. И пора что-то менять, иначе будет совсем поздно. А вы были на канале Усы Лукашенко вместе с Сергеем Беспаловым. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий для продвижения этого видео в топ. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok